Крымская Красногоровка, Павлополь, Водяное. Такова география обстрелов на Донбассе за сегодняшний день. Боевики по-прежнему игнорируют режим тишины. Уже с 7 утра 6 раз открывали огонь по нашим позициям. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Еще полмесяца назад здесь в степи под поселком Крымское происходил жестокий бой с оккупантами. Враг пытался прорваться к речке Северский Донец в этом районе. Безуспешно. После поражения враг затих на несколько дней. Но сейчас украинские бойцы снова отмечают его активность. Постепенно, день за днем, свидетельствуют наши солдаты, боевики все чаще обстреливают наши позиции. Не дошло только до крупнокалиберной артиллерии, как две недели назад. Сто двадцатыми минометами не стреляют. СПГ, АГС, РПГ, стрелковая сброя, крупнокалиберные кулеметы. Противник постоянно ведет огонь по нашим позициям. Учитывая это, наши солдаты в полной боевой готовности. Это же противник. И от них можно ожидать чего-то угодно. На данный час я не могу сгарантировать того, что они не пойдут в атаку на каком-то участке, або же не обстреляют артиллерию. Опытный Виктор Александрович наблюдает за противником. Он выискивает места возможных выстрелов вражеской артиллерии, чтобы корректировать ответный огонь. Оптику подарили литовцы, и она уже выручала в бою. Это нам привезли волонтеры из Прибалтики. Вот такой нам презент сделали, очень нужный. Потому что, что не скажет, сто кратное сближение – это что-то. То есть, от 25 до 100 крат. То, что мы раньше не видели, мы сейчас можем спокойно спостерегать. Пока была передышка, здесь, на этом участке, успели построить новый блиндаж. Более глубокий и комфортный. Мы стараемся так делать, чтобы возможность была у нас укрепиться. Мы закрепляемся, копаем окопы, выдвигаемся вперед потихонечку. Это наша земля, и мы никуда не собираемся уходить. Район поселка Крымское остается крайне важным для украинской обороны на левом берегу Северского Донца. В нескольких километрах позади крупные промышленные города. Северодонецк, Лисичанск, Рубежное под украинским контролем. Поэтому атаки боевиков после их недавнего поражения и значительных потерь возобновили здесь так быстро. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Подробности телеканал Интер из Луганской области.